На этой неделе стало известно, что государство продолжит программу льготного автокредитования. На это направят 8 миллиардов тенге из бюджета. Еще 2 миллиарда уйдет на лизинговое финансирование. Механизм предоставления льготных автокредитов появился еще в 2015 году. А не так давно в Национальном банке заявили, что скоро в Казахстане может быть запущен новый вид займа наподобие ипотеки 7-20-25. Здравствуйте, это проект «Особое мнение». Я Каиржан Смогулов. Насколько эффективны все эти государственные меры поддержки в области автопрома? Об этом сегодня поговорим с вице-президентом Казахстанской ассоциации автобизнеса Анар Макашевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я понимаю, что программа действует довольно давно, с 2015 года, как я сказал. Тем не менее, такое ощущение, что достаточно много людей о ней до сих пор так и не знают. Давайте немножко начнем с повторения пройденного. Что за программа и как работает? На сегодняшний день существует несколько программ, по которым наши потребители могут приобрести автомобили отечественного производства. По легковым автомобилям через банки второго уровня наш потребитель может прийти в автосалоны, купить автомобиль отечественного производства по самой льготной процентной ставке. Это 4% годовых. В принципе, аналогов такой программы нет. Это одна из уникальнейших программ, которые у нас здесь внедрили. Кредит можно взять до 7 лет. Первоначальный взнос в каких-то программах у банков второго уровня отсутствует. Но, в принципе, самое популярное на сегодняшний день, это когда первоначальный взнос составляет 10%. Не все банки, конечно, участвуют в данной программе. И не все салоны, видимо. Абсолютно все салоны по всему Казахстану, которые предлагают отечественную продукцию, произведенную на наших заводах. Это касается легковых автомобилей. Есть еще очень уникальная программа для поддержки малого и среднего бизнеса. Это приобретение коммерческой техники, грузовые автомобили, автобусы в лизинг по 3% годовых. Это тоже одна из уникальнейших программ для поддержки малого и среднего бизнеса. Там предлагается следующее условие. 30% первоначального взноса. Программа рассчитана от 3 до 5 лет. Это финансовый лизинг. Но, насколько я понимаю, то, о чем не так давно говорил господин Акишев, о том, что может появиться еще одна программа автокредитования наподобие государственной ипотеки 7-20-25, это тоже станет еще одним механизмом. Или это будет одной из составляющих внутри этой программы? Вот, честно говоря, я не совсем разобрался. Вы знаете, на самом деле мы были так рады инициативе Национального банка о том, что поддержать автопром, поддержать наших потребителей. И это будет отдельная программа. Отдельная программа. В ней будут тоже определенные условия. По механизму для потребителей она практически ничем отличаться не будет. Все так же. Тоже через банки второго уровня. Потребитель приходит в автосалон, выбирает автомобиль, который он хочет, и сможет воспользоваться льготным кредитом. Банки второго уровня будут предлагать такие кредиты. И вот как раз у меня есть кое-какие данные. В целом, за время реализации госпрограмм поддержки автопрома казахстанцы купили более 13 тысяч легковых автомобилей, а бизнес приобрел в лизинг 747 единиц коммерческой техники. Планируется, что благодаря выделенным средствам в течение следующих 18 лет отечественный автопром создаст 360 новых рабочих мест и увеличит объем производства более чем на 8 тысяч машин. Если говорить о второй части, скажем, этой госпрограммы, направленной на бизнес, я вот знаю, что у нас в стране стартовала программа по обновлению автобусного парка. А в этом смысле, скажем так, это тоже какая-то отдельная ниша? Да, получается так. В 2015 году, когда была разработана программа для малого и среднего бизнеса по 3% годовых, несмотря на то, что льготная ставка была очень низкая, 3%, все равно общие условия для некоторых отраслей были достаточно критичными. Например, 30% первоначальный взнос не все перевозчики, которые занимаются пассажирскими перевозками наших жителей, граждан Казахстана и наших гостей, не все могут заплатить этот первоначальный взнос 30%. Поэтому БРК Лизинг разработал отдельную программу, при которой первоначальный взнос снизили с 30% до 15%. Также срок лизинга увеличили с 3 лет и 5 лет до 7 лет. И сделали внутренние послабления для определенных категорий перевозчиков, у которых, допустим, хорошая кредитная история, у которых очень долго работают на рынке, но, к сожалению, в силу разных обстоятельств, они не готовы отвлекать средства в капитализацию и приобретать много автобусов новых сразу, но которые готовы развивать свой парк, готовы нашим потребителям предоставлять качественные услуги и, соответственно, приобретать новые автобусы. И вот для них был упрощен документ оборот, для них также при поддержке Акиматов и всех муниципалитетов разработалась дополнительная программа, при которой они могли приобретать новую технику, финансовый лизинг, либо брать эти автобусы в аренду у операторов, которые работают в рамках каждого города, и затем предоставлять свои услуги, заниматься своим бизнесом. Ну да, действительно, если так, во всяком случае, не в Астане, а вот в областных городах посмотреть, многие автобусы, так сказать, довольно старенькие. Да, для регионов это вообще очень критично, потому что парк автобусов очень старый, более 22 тысячи единиц – это весь парк пассажирских перевозок в Казахстане, больше 80% – это автомобили старше 15 лет, соответственно, эти все автобусы подлежат замене. Во многих регионах в СМИ писало очень много информации о том, что автобусы и горели, и люди гибли, и очень много нехватки автобусов на маршрутах, то есть люди стоят часами и ждут, когда они смогут воспользоваться общественным транспортом, для того, чтобы добраться до работы. В прошлом году было выделено порядка 10 миллиардов тенге через бюджетное кредитование. Эти деньги тоже возвратные. При этом БРК «Лизинг» и «Батерек» поддержали эту программу таким образом, что при привлечении коммерческого финансирования общий оборот составил порядка 20 миллиардов тенге. Солидно. Солидно. Соответственно, вот эти деньги, они пошли как раз-таки в помощь нашим перевозчикам по обновлению парка. Более того, правительство готово, то есть есть дорожная карта, по которой правительство готово выделять дополнительное финансирование, и мы надеемся, что в этом году как раз для наших перевозчиков определенная сумма также будет выделена из бюджета, что они смогут продолжить эту политику. В целом, план стоит до 2025 года максимально снизить критически изношенный парк, потому что более 6 тысяч машин, они вообще, можно сказать, в отвратительном состоянии. Но это уже просто опасно. Это просто опасно, конечно. Опасно, невозможно работать, да, и перевозчикам. Вот как раз-таки нашим, вот эта программа, она нужна для того, чтобы предоставлять качественные услуги. Согласно одному из исследований вашей же, кстати, организации, в целом автомобильный парк Казахстана стареет. Но я вот посмотрел данные о том, что за этот, простите, не за этот год, а за прошлый год в Казахстан завезли более 25 тысяч легковых автомобилей. Это вот данные с января по ноябрь. И в том же году, за весь год, выпустили в Казахстане более 32 тысяч автомобилей. Ну, цифры примерно, так сказать, сопоставимые. Все-таки казахстанец среднестатистический предпочитает покупать новую машину в салоне или все-таки брать БУ на вторичном рынке? На самом деле, отвечая на первую часть всего вопроса, мы гордимся тем, что в 2018 году наше производство среди всех продаж новых автомобилей официальными дилерами наше производство составило половину. 30 тысяч единиц было произведено и реализовано на территории Республики Казахстан. Каждый второй автомобиль был казахстанского производства, можно сказать. И это большой результат. Более того, с 2017 года по 2018 год рост нашего производства составил порядка 66%. Мы тоже этим гордимся. И, конечно, немаловажную роль играет поддержка правительства по развитию автопрома. Что касается предпочтений наших потребителей, конечно же, все хотят новый автомобиль. Ну, хотеть и мочь – это разные вещи. Да. К сожалению, из-за того, что в рамках доступного кредитования объем денег еще небольшой в этой программе, но они возвратные, поэтому очереди, конечно, существуют на эту программу. И каждый хочет купить именно так этот автомобиль. Но в целом мы видим то, что импорт бывших в употреблении автомобилей, особенно старше 10 лет, просто отсутствует. Он сократился. Это было сделано благодаря планомерной политике нашего государства по обновлению парка страны. Это очень хорошо, что, в принципе, все сейчас и потребители, и наше правительство, производители, импортеры, они все активно двигаются в одном направлении – в унисон работают. И все готовы сделать максимум усилий для того, чтобы обновить этот парк. И вот по этому поводу кое-что добавлю. Согласно исследованию АКАП, самой продаваемой маркой в Казахстане за 2018 год стала российская «Лада» – более 13 тысяч единиц. На второй ступени «Тойота» свыше 12 тысяч машин. Третью позицию занимает корейская «Хёнда». Итог продаж – 8715 авто. Причем прирост по сравнению с 2017 годом сразу 140,5%. Когда мы говорим о производстве внутри Казахстана, понятно, что можно воспринимать само слово «производство» с некой долей иронии, поскольку речь идет по большому счету о крупноузловой сборке, о мелкоузловой сборке. И вот многие задают вопрос, и все-таки, когда в Казахстане начнут производить наши собственные автомобили? Но с другой стороны, а такая задача вообще стоит перед страной, на ваш взгляд? Вы знаете, на самом деле, мы когда слышим от рынка такую информацию, вот нас часто спрашивают, когда будет собственный бренд, как вы оцениваете перспективы развития производства в Казахстане, а почему вы делаете только крупноузновую сборку, а когда вы будете улучшать или делать что-то еще? Ну, вот очень много разных таких вопросов к нам приходит. Мы, на самом деле, отвечаем на это достаточно честно, открыто и прямо. Развитие производства, и перед нами стоит большая цель, чтобы все-таки довести уровень локализации нашего производства до 50% именно казахстанской, потому что сейчас, на сегодняшний день, работает локализация в рамках ЕАЭСа. То есть, надо, наверное, объяснить зрителям, что под локализацией имеется в виду применение каких-то комплектующих частей, которые произведены именно в этой стране? Да, конечно, вы абсолютно правы. Более того, на самом деле, можно сейчас покупать запчасти, например, произведенные в Российской Федерации, ставить их на наши автомобили, и это считается достижением уловленной локализации. Потому что в Казахстане, к сожалению, сейчас еще не все компоненты реализованы. С другой стороны, цель у нас стоит большая, амбициозная, но, конечно, автопром не может родиться сразу в один день. Это большая, планомерная, плодотворная работа, и этапы развития производства у каждого предприятия разные, но в целом смысл один. То есть, начинается все с крупноузловой сборки, затем добавляются определенные операции, определенные компоненты, и в конечном итоге достигается определенная цель. В нашем случае это 50% локализации и элементы по сварке и покраске кузова. А вот на ваш взгляд, чего, скажем так, больше всего на данный момент не хватает производителям инвестиций, технологий, каких-то, я не знаю, дополнительных мелких комплектующих, которые бы здесь производили, или специалистов, людей со знаниями и с руками? Вы знаете, вот в каждой отрасли это тоже все по-разному. Например, наши перевозчики, которые пользуются этой программой поддержки, они говорят так, что им надо все сразу. Людей не хватает, инвестиций не хватает, денег не хватает, новых брендов не хватает, тех, что вы производите, их недостаточно, надо еще какие-то новые бренды, каких-то условий не хватает дополнительных и так далее. Мы говорим так, в целом, вот с тем набором поддержки, который сейчас есть, то есть общая цель по обновлению парка, соответственно, какие-то меры, которые мы делаем для того, чтобы обновлять этот парк, поддержка наших потребителей, чтобы они могли и имели возможность приобрести новую технику, поддержка малого-среднего бизнеса внутри их сфер, чтобы они тоже могли приобретать нашу технику, общее желание всего народа, чтобы все-таки делать свое казахстанское и поддерживать свое казахстанское. И вот в рамках этого мы внутри, нам самое главное, чтобы были люди, которые могли бы производить. То есть сейчас самое важное – это рабочие места, люди, которым обучатся, полноценные специалисты, которые могут этим заниматься. Потому что в Казахстане автопром создался только после 2011 года, всего 7-8 лет прошло с тех пор. И фактически на пустом месте. Да, фактически на пустом месте. И всего 7-8 лет прошло. Это достаточно небольшой срок в рамках мирового масштаба. Но в рамках Казахстана теми достижений, все, что мы достигли за этот период, мы, конечно, гордимся этим. Еще один вопрос, который достаточно часто можно услышать от людей, увидеть в каких-то социальных сетях и так далее – это вопрос ценообразования. стоимость тех самых автомобилей, которые выходят из заводов, попадают в салоны и так далее. Один из прогнозов на 2019 год звучал так, что, возможно, российские модели могут вырасти в цене. Причина – изменившийся НДС у наших соседей. Насколько вообще сильно стоимость в наших автосалонах может быть привязана к каким-то внешним факторам за границами нашей страны? Безусловно, конечно, она привязана. В частности, то, что мы покупаем часть комплектующих из третьих стран, соответственно, здесь и валютные риски есть. Мы покупаем часть компонентов в рамках таможенного союза для нашей локализации. Конечно, здесь тоже есть риски в зависимости от того, как себя ведет поставщик этих компонентов. С другой стороны, в рамках ЕАЭС все-таки мы сейчас видим, что уже определенные потепления, скажем, в развитии именно в автопроме, они есть. То есть есть промышленная кооперация между разными регионами. И, соответственно, здесь тоже есть своя какая-то страховка от того, чтобы все-таки предусвращать, чтобы валютные риски меньше влияли на развитие производства. Ну, конечно же, они есть. И пока у нас в Казахстане не будет производства автокомпонентов своего, конечно, эти риски будут. А насколько серьезно или разумно говорить о том, чтобы машины, я сейчас не говорю только о легковых автомобилях, в целом машины, произведенные, собранные в Казахстане, могли бы, предположим, идти на экспорт хотя бы в соседние страны в рамках нашего союза? С точки зрения экспорта, это тоже одно из наших достижений в автопроме. У нас уже есть поставки на экспорт в такие страны, как Таджикистан, Беларусь, Российская Федерация, даже Китай. Позвольте привести дополнительную информацию. Один только автозавод в Казахстане за 2018 год экспортировал машин на сумму более миллиарда тенге. География – Россия, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь. Сейчас идут переговоры с Азербайджаном. В этом году планируют собрать более 20 тысяч авто и полторы тысячи из них продать за рубеж. Еще один из, скажем так, секторов рынка автомобильного – это запчасти. Вы говорите о том, что локализация растет. Можно говорить о том, что развивается в том числе производство комплектующих внутри страны? Вы знаете, производство комплектующих как таковое, оно, конечно, развивается. Например, вот у нас в Талдыкургане есть завод по производству аккумуляторных батарей. Очень успешные. Мы используем эти аккумуляторы в нашей продукции. Сами аккумуляторы пользуются большой популярностью внутри Казахстана и идут на экспорт. Предприятие развивается. Конечно, нам для того, чтобы увеличивать нашу локализацию, недостаточно только аккумулятора, недостаточно только жидкости, масел, дисков, которые сейчас уже локализованы в Казахстане, и можно приобрести казахстанское. Производить много-много чего. Конечно, конечно. Необходимо больше и развивать это направление больше. Мы, как производители автотранспортных средств, не можем сами заниматься производством наших компонентов, ввиду того, что это разные все-таки типы бизнеса, разные направления. А мне кажется, это и такая общемировая тенденция, когда крупный производитель разбрасывает заказы по мелким компонентам. Да, это абсолютно нормально, это нормальная мировая тенденция. Единственное только, вот в Казахстане сейчас законодательная и нормативно-правовая база для производства автотранспортных средств четко написана и показана. К сожалению, для автокомпонентов это еще недостаточно четко обозначены. Какие привилегии, какие льготы могут быть для инвесторов, что нужно для того, чтобы начинать это делать. Процессы сертификации достаточно сложная вещь внутри таможенного союза. Вот эти все вопросы, они, конечно, может быть, где-то отпугивают инвестора, где-то не дают возможности нашим местным локальным инвесторам начать заниматься вот этим бизнесом, вот этим направлением. То есть для того, чтобы этот рынок, ну скажем так, активно начал расти, надо сначала решить вот эти вопросы на уровне, по сути, законодательства и... Конечно, желательно, чтобы все было четко, понятно, прописано, чтобы людям тоже было легко понимать, как они сертифицируют эту продукцию и будут ли производители автотранспортных средств приобретать эту продукцию. Будет ли эта продукция востребована на рынках Казахстана или ЕАЭСа. Безусловно. Хорошо. Ну вот когда автомобиль, ну скажем так, заканчивает свой жизненный путь, он, так сказать, обычно у нас по нынешним условиям должен оказаться на утилизации. Процесс этот начался не так давно. Мы много слышали о том, как это должно быть, но вот некоторое время прошло. На практике что происходит? Сейчас в Казахстане действует очень интересная программа, программа оператора РОП по утилизации старых автомобилей. Там тоже есть два направления, когда можно сдать свой старый автомобиль в обмен на сертификат, который стоит тысячу условных единиц, это порядка 350 тысяч тенге, для того, чтобы потом приобрести легковой автомобиль отечественного производства и получить скидку на эту сумму, на стоимость сертификата. То есть как бы часть уже заплатить? Да, то есть условно говоря, ты берешь свой старый автомобиль, да, меняешь его на сертификат, получаешь скидку при покупке новой машины, и у тебя опять новый автомобиль. Такая же программа есть для грузовых автомобилей, для автобусов, вот в частности для перевозчиков, для пассажирских перевозок, для автобусного парка и обновления автобусного парка. Например, оператор РОП в этом году, он поднимает стоимость сертификата, и наши перевозчики могут свои старые автобусы также менять на сертификат и потом получать скидку при приобретении нового отечественного автобуса. Утилизация также предусматривает собой получение денежной компенсации, то есть вы можете не получать этот сертификат, вы можете прийти, сдать свой автомобиль, получить 45 тысяч тенге, если он совсем не комплектный, То есть, грубо говоря, если вы увидели, где-то лежат запчасти от автотранспортных средств, вы можете их сдать к оператору РОП, он с удовольствием их примет, и более того, он вас стимулирует, чтобы вы как можно больше таких автомобилей сдавали в утилизацию. Ну, то есть, получается, что если я возьму сертификат, он все равно, получается, по деньгам выгоднее? Конечно, а получить обновление выгоднее. Более того, вы знаете, при покупке нового отечественного транспортного средства вы можете использовать два сертификата. Вот это уже хорошо. Увы, время программы не бесконечно. Напоследок, хотелось бы понять, вот все-таки, на ваш взгляд, в этом году, до конца 2019 года, что может, во всяком случае, ждать и нас, автолюбителей, и автопром в целом, если учитывать, что в целом в мире ситуация не такая уж и радужная. Например, в Китае в январе продажи автомобилей обвалились почти на 18%. То есть, скажем так, какие-то вот тревожные нотки все-таки есть. Что нам ждать? Ну, вы знаете, мы, на самом деле, достаточно оптимистичны. В 2019 году мы ожидаем, что рост продаж и рост производства у нас будет более чем 10%. Это, конечно, случится и благодаря тому, что есть поддержка со стороны правительства. Та же самая программа. Та же самая программа льготного кредитования. И вот те деньги, которые сейчас правительство выделяет в рамках этой программы, они позволят в целом порядка 2000 единиц уже в этом году приобрести нашим казахстанцам. Есть возвратное финансирование, с помощью которого казахстанцы могут приобретать технику. Есть программа РОП. Есть очень много механизмов, которые сами производители предлагают рынку для того, чтобы сделать стимулирование наших потребителей и приобретать отечественную технику. То есть, в целом, мы достаточно оптимистичны. Ну что ж, очень надеюсь, что этот оптимизм будет подтвержден. Итак, напомню, что сегодня у меня в студии была вице-президент Казахстанской ассоциации автобизнеса Анна Ромакашева. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Итак, это был проект «Особое мнение». Увидимся в следующем выпуске на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин